На Украине сегодня вновь захват заложников уже третий с 20-х чисел июля. ЧП произошло в центре Киева в отделении одного из банков. Злоумышленник угрожал взорвать здание и требовал привести к нему прессу, чтобы сделать заявление в прямом эфире. К месту происшествия допустили журналистов трех телеканалов. Во время интервью бандита задержал спецназ. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Подробности у Лилии Акиншиной. Есть понятие, да, религия. Вот, допустим, Христиан. Менее четырех часов прошло с момента захвата банка, как украинский спецназ пошел на штурм и задержал мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении. Преступник в этот момент как раз давал интервью журналистам. В кабинет влетели альфовцы, скрутили его и перехватили шнур, который был привязан к ноге захватчика. Ранее он рассказывал, что якобы если нога дернется, то сработает детонатор. Взрыва бомбы не произошло, взрывчатку у мужчины не нашли, никто не пострадал. Террориста выявили под руки живым и посадили в спецавтомобиль. Выводят террориста, выводят его. Специалисты остались проверить здание на предмет обнаружения возможных взрывоопасных предметов. Операцию проводила СБУ совместно с нацполицией, но их представители пока не очень охотно общаются с прессой. У злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель, причем портфель был привязан к его ноге. Возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины «Терроризм». В 12.00 в полицию позвонила представительница банка, расположенного в Киевском бизнес-центре. Она сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, сказал, что у него в рюкзаке находятся бомбы и попросил вызвать полицию. Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталось по собственному желанию. Началась эвакуация людей из здания делового центра. Близлежащие улицы перекрыли, на соседних тут же образовались серьезные заторы. Мы подумали, что это действительно где-то пожар. Это зачастую и учебные были, мы уже знаем, как себя вести. Это все было нормально, спокойно, люди слушали это, понимали, что это необходимо для каждого. Просто быстренько, тихонько, без всякой самотохи вышли. Довольно быстро стало известно имя захватчика и его требования. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухруб Каримов. Он попросил 40 тысяч гривен и общение с прессой. Трансляцию вел телеканал «ЗИК». Он попросил называть себя святым духом. Попросил, это было обязательно его условие, вести прямую трансляцию. С журналистами Каримов говорил о религии и политике. Жаловался, что миром и президентами всех стран правят олигархи. Отдельно упомянул Владимира Зеленского. Вы недавно у вас были выборы президента? Да. Вы выбрали Шута. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему, что поменялось. Известно, что Сухроб Каримов получил вид на жительство на Украине три года назад. Он зарегистрирован под Бердянском. Есть жена и ребенок. Работал барменом. Буквально за несколько дней до захвата отделения банка в его соцсетях появились посты с призывами к джихаду и убийством неверных. В духе «не жалей никого, а безглавь каждого политика». В 10 лет Каримову поставили диагноз олигофрения. И в Узбекистане он стоял на психоневрологическом учете. Это уже третий теракт на Украине за последние недели. 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. После того, как Владимир Зеленский выполнил все его требования, террористу удалось обезвредить. Два дня спустя в Полтавской области украинец, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном ему автомобиле. Позже его нашли и ликвидировали, после того, как он вновь во время задержания взял в заложники полицейского. В случае с захватом банка в МВД Украины сразу заявили, что будут вести переговоры. Но если ситуация ухудшится, то готовы пойти по полтавскому сценарию. Лилия Акинична, Евгений Назарюктова, Центр.